Фёдор Сенатов Добрый вечер, уважаемые коллеги! Сегодня футбол — это самое популярное и самое зрелищное действие, которое можно представить на планете Земля. Сейчас миллионы людей следят за матчами чемпионата мира. Однако мало кто догадывается, что стоит за футболом. И в своей лекции, в своём докладе я постараюсь приоткрыть завесу тайны над футболом. Проведя многие часы перед мониторами, перед телевизорами и в спортбарах с моими коллегами, мы поняли, что футбол — это на самом деле идеальная физическая модель, а чемпионат мира — это глобальный физический эксперимент. Но учёные это очень тщательно скрывают. Сейчас я всё объясню. Немножко окунёмся в историю. Как известно, Англия является родиной футбола, но при этом Англия — это родина Исаака Ньютона. Ранее футбол был неким таким хаотическим действием без правил. И первые правила футбола начали складываться между играми между Кембриджем и Оксфордом. Но, как известно, Исаак Ньютон был профессором Кембриджского университета. Соответственно, имея свой авторитет, он мог внедрять свои законы, три закона Ньютона, непосредственно в футбол. И сейчас тот футбол, который мы наблюдаем, — это как раз и есть детище Ньютона, великий физический эксперимент. Итак, первый футбольный закон Ньютона гласит, что тело футболиста будет покоиться, пока на него не будет воздействовать тренер, либо тело футболиста будет непрерывно двигаться, пока его кто-либо не остановит, например, за трусы. Первый закон Ньютона описывает поведение футболистов. Второй закон Ньютона описывает уже поведение футбольного мяча, и тут все логично. Ускорение футбольного мяча прямо пропорционально силе футболиста, обратно пропорционально массе. А вот третий закон Ньютона, третий закон футбола, он уже характеризует взаимодействие между футбольным мячом и футболистом. И согласно этому закону действие равно противодействию. Таким образом, три закона Ньютона, три футбольных закона, они как раз и легли в реальность сегодняшнего футбола. Соответственно, если футбол построен по законам физики, то по футболу можно моделировать физические эксперименты. И вот, как известно, есть корреляция, прямая корреляция между количеством открытий, великих открытий человечества и количеством сыгранных матчей. Во времена Ньютона это были единицы матчей. К 19 веку мы видим всплеск количества матчей и прямой всплеск количества великих открытий человечества. А 20 век, как известно, это век великих открытий и экспоненциальный рост числа матчей. И сейчас я продемонстрирую на простых примерах, что же происходило. Во-первых, в 19 веке Роберт Броун открыл так называемое броуновское движение, названное его именем. Согласно этому, броуновское движение — это колебания частицы, которые колеблют, например, газы либо жидкости. В учебниках физики нас учили, что Броун, кстати, он англичанин, что Броун открыл свое движение, броуновское движение, когда наблюдал за пыльцой в жидкости. Но мы же понимаем, что ученые все вскрывают. И на самом деле Роберт Броун открыл свое движение, наблюдая за хаотическими движениями футболистов, пинающими футбольный мяч. Следующее поразительное открытие произошло в 20 веке — это открытие туннельного эффекта, согласно которому частица может преодолеть некий потенциальный барьер с энергией даже больше, чем энергия самой частицы. Но все это мы наблюдали в футболе, когда, например, мяч, пробитый Криштиану Рональду, проходит насквозь через стенку, хотя стенка гораздо больше, чем сам мяч. Не менее важное открытие произошло сейчас, в 21 веке — это открытие Бозона Хиггса, которого журналисты окрестили как частица Бога. Это такая неуловимая частица, которую совсем недавно смогли экспериментально обнаружить. И, как известно, Бозон Хиггса участвует в передаче взаимодействия. Однако это взаимодействие мы уже могли наблюдать в 1986 году, когда некая неуловимая частица взаимодействовала между Диего Марадонной и футбольным мячом. Это так называемая рука Бога. Вы видите прямую корреляцию между рукой Бога и частицей Бога. Соответственно, рука Диего Марадонной — это и есть тот самый неуловимый Бозон Хиггса. Ну, теперь поговорим поподробнее о футбольном мяче. С математической точки зрения футбольный мяч — это усеченный экосайдер. А что же у нас произошло в 20 веке, что связано с усеченным экосайдером? Это теоретическое предсказание в 1971 году фуллерина. Молекула фуллерина — C60, она полностью совпадает по своей структуре со стандартным футбольным мячом. А вот теперь давайте проследим внимательно за эволюцией футбольного мяча чемпионата мира. До 70-х годов футбольный мяч был похож больше на волейбольный мяч, но только состоялось теоретическое предсказание фуллерина, как мы видим. Все, теперь футбольный мяч — это фуллерин, усеченный экосайдер. Ну, дальше больше совпадений с формами углерода. Как вы видите, шестигранная сетка ворот полностью совпадает по своей структуре с сеткой графена. Причем зачем делать какие-то сложные лабораторные эксперименты, когда можно проводить моделирование прямо на футбольном поле? И можно изучать деформационное воздействие мяча на сетку ворот, а, соответственно, изучать взаимодействие фуллерина и графена. Причем это перед вами реальный рисунок из реальной научной статьи. Как мы знаем, Андрей Гейм и Константин Новосеолов получили Нобелевскую премию именно за получение графена, но при этом оба они работали в Великобритании, в Манчестерском университете. Соответственно, на самом деле Нобелевской премии они обязаны не своим каким-то лабораторным испытаниям, а посещению матчей Манчестер-Сити, Манчестер-Юнайтед. А теперь рассмотрим футболистов. Футболисты — это кварки. Как мы знаем, кварки обладают квантовым числом, который называется цвет кварка. Так их различают по цвету. Есть и синий кварк, зеленый и красный. Но точно так же мы и различаем футболистов на поле по их цвету. Есть всего шесть типов различных кварков. Это так называемый странный, идеальный, верхний, нижний, очарованный и прелестный кварк. Вот два последних, очарованный и прелестный, представленный на данной картинке. Но есть еще одна характеристика, которая хорошо характеризует кварк. Это спин. Спин — это вращение. И вот такое вращение вы могли неоднократно наблюдать на футбольном поле. Ну а теперь поговорим о футбольных фанатах. Футбольный фанат — это идеальный случай корпускулярного льнового дуализма. Ведь футбольный фанат является одновременно и частицей, которая может независимо двигаться и колебаться относительно положения равновесия, но при этом является и волной. Теперь же попробуем рассмотреть подробнее поведение фаната частицы. Для этого мы построим зависимость времени матча и разогрева, который получает фанат в ходе матча. Разогрев будем выражать в объемных процентах. Итак, в начале матча фанат, фанат частицы, находится в своем основном состоянии. Он не возбужден. Но, получая разогрев, он переходит в возбужденное состояние. А находясь в возбужденном состоянии, он сможет срелаксировать с испусканием кванта света. По окончании матча градус спадает, все фанаты частицы релаксируют, расслабляются и устремляются со стадиона в метро. И, как мы все могли это видеть, фанаты при входе в метро себя ведут как одна большая единая частица, то есть это конденсат базы Эйнштейна. Но, возможно, такое состояние, когда каждый фанат, фанат частица, переходит в возбужденное состояние, ионизируется, и образуется плазма фанатов. И вот это состояние опасно тем, что если оно выходит за области эксперимента, то это влечет даже повреждения окружающих построек. Но, чтобы сдерживать плазму, как мы знаем, в мире физики используются токамаки. Вот перед вами принципиальная схема обычного токамака. Так он выглядит. А вот так выглядит стадион Бавария. Как вы видите, есть полное сходство между токамаком и стадионом Баварии, потому что стадион Баварии и есть токамак. В принципе, в мире физики самый популярный токамак – это Айтер во Франции стоимостью 19 миллиардов евро. Но у нас в России есть свой токамак – стадион «Зенит». Точнее, сейчас он называется стадион Санкт-Петербург стоимостью 43 миллиарда рублей. И, как вы видите, есть прямая сходство, прямая корреляция между футбольными матчами и великими открытиями человечества. Поэтому я вас призываю сегодня после нашей конференции обязательно пойти либо в спортбар, либо к вашим телевизорам и смотреть за матчем, участвовать в этом великом физическом эксперименте. Ведь чем больше футбола, тем больше научных открытий человечества. Спасибо. Ну что ж, аплодисменты. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я думаю, что все зрители получили эстетическое удовольствие. Еще сегодня получат вечером ближе. Вопросы Федору, пожалуйста, если есть. Я думаю, сейчас мужская часть зрительного зала будет задавать вопросы. Или наоборот, женская, потому что она не понимает ничего в этом вопросе. Так, если есть вопрос, представляйтесь. Вот, пожалуйста, рука поднята. Федя, привет. Добрый день. Отличное выступление. Вот смотри, у нас у физиков есть теоретики, которые теоретически предсказывают те или иные физические явления, те или иные материалы. Так вот, какой счет сегодня будет? Знаете ли, вообще, в принципе, предугадывать поведение сборной России сложно. Почему? Потому что сборная России — это сборная Шлёдингера. Она сразу находится в двух квантовых состояниях. В состоянии проигрыша и выигрыша. Но одно из этих состояний, как мы знаем из физики, оно разрушается, если есть какой-либо наблюдатель, например, человек, смотрящий игру сборной по телевизору. Но тут есть великий научный парадокс, который пытаемся мы разрешить. Это почему же все-таки это не 50 на 50 изменение состояний нашей сборной. Чаще всего в одну какую-то определенную область, одно определенное состояние. Сегодня посмотрим. Сегодня посмотрим. Отлично. Вот вопрос. Здравствуйте, Анастасия. На самом деле вы в ответе на предыдущий вопрос ответили на мой. Но я, пожалуй, повторю. Многие из нас сталкивались с тем, что отвлекшись от матча, на поле происходит что-то необыкновенное. Либо забивается гол, либо происходит еще какое-нибудь столкновение. И, исходя из этого, можно ли воспринимать футболистов как квантовый объект и действуют на них принципы квантовой суперпозиции? Спасибо за вопрос. Я тогда тоже повторюсь. Да, действуют. И, как я уже говорил, футболисты — это универсальные модели кварков. И на них тоже действует парадокс наблюдателя. Спасибо. Вот и все. Собственно, давайте вопрос сверху. Галерка, пожалуйста, подключайтесь. Представляйтесь. Добрый день. Меня зовут Владислав. Такой вопрос. Существует ли прямая пропорциональность уровня игры какой-то команды, какой-то страны и количеством открытий каких-то научных? Или в наших реалиях это количество законопроектов? Спасибо за вопрос. Я думаю, тут можно немножечко попытаться окунуться в историю. Как вы знаете, часто именно наших футболистов любят называть деревом. Ну, то есть играет как дерево. Возможно, тут есть какая-то прямая корреляция с тем, что именно на нашей родине была открыта дельта-древесина. И не более в другом мире она не была получена, а именно у нас. Возможно, есть какие-то прямые корреляции с играми сборных. Так. Я пока не очень понимаю, что происходит. Видимо, вопрос-ответ. Давайте продолжим. Есть еще вопросы в партере? Или мы на балкон пойдем? Если есть. Спасибо за интересный доклад. Меня зовут Виктор. У меня такой вопрос. Виктор, комментатор Первого канала, задает вопрос. Так, Виктор, да, продолжим. Я просто вас не вижу, если честно. Я здесь. А, вот, все, вижу, вижу. Вот рассказали про руку Бога, да? А мы знаем, что недавно Акинфеев отбил замечательный пенальти. Его прозвали Ногой Бога. Это означает, что открыли новый элемент какой-то? Да, я уверен, значит, нас ждут великие открытия после этого. Федор очень лаконично отвечает. Но это наука, друзья. Тут либо разбираешься, либо, как я, нет. Ну, все. Наверное, вопросы, Федор. Спасибо вам большое. Очень интересный доклад. Актуально. Надеемся на сборную и, собственно, новые открытия.